всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке laus teaching я начинаю снимать для вас первое видео отчет который будет посвящен вышивке голландского сэмплера дач сэмплер реконструкция реально существующего сюжета по проекту с и л то есть stitch alone который проходит в группе вконтакте анны сухаревой вышивка крестом примитивы вся информация об этом проекте будет в описании ссылка на группу и на обсуждение этого проекта возможно даже оставлю еще ссылку на альбом работ вы все сможете найти и посмотреть уже я вам чуть более подробно рассказывала об этом проекте видео о вступлении такой подготовки к сразу нескольким совместным проектом которая выходила уже на моем канале поэтому сейчас будет на него ссылка там я вам рассказывала как раз историю как я узнала об этих проектах почему захотела поучаствовать ну а сейчас я вам покажу фотографию будущей работы то что должно получиться и напомню некоторые основные моменты во первых то что схема разделена на 12 частей каждая часть высылается тому участнику который завершил предыдущую раз в месяц высылаются схемы для тех кто идет в самом лучшем темпе вышивки но я узнала чуть позже возможно буду немножко пока отставать от этого проекта но сюжет мне очень понравился он имеет размеры 164 на 210 крестиков вышивается девятью цветами мулине дмс все цвета у меня нашлись по ключу вышивать я буду на альне кэшелл 28 каунта у меня итоговый размер будет 29 и 7 на 38 и 1 сантиметра и давайте сейчас подробнее просматриваем оттенки дмс которые здесь будут встречаться и затем я уже буду приступать к вышивке цвета здесь такие действительно состаренные есть много похожих оттенков например 840 и 841 действительно очень близкие следующий цвет здесь будет это 611 уже более в зеленый оттенок а ярко зеленый 935 очень мне нравится этот оттенок именно в группе соседствующих с ним 934 и 36 кажется самым приятным яркая коричневый оттенок 898 оливково зеленый цвет 832 достаточно много я им вышивала в своих двух первых golden kite ах вот такой приятный оттенок 945 часто им вышивается лицо кожа руки на портретных сюжетах и два голубых оттенка это 931 тоже уже встречалась таким цветом и вот такой цвет 930 его я еще ни в одной работе не использовала и хотя у меня и цвет не ручного окрашивания и без таких винтажных разводов но цвет со стороны слоновой кости мне очень нравится как сочетается с этими оттенками напишите пожалуйста свое впечатление от этой ткани и использовать в организации вышивки я буду вот такой деревянный органайзер примите findwood будет мой первый опыт работы с такими органайзерами но он даже с запасом здесь всего 15 цветов можно организовать а мне требуется всего 9 оттенков ну что ж я буду приступать к вышивке очень интересно как я буду продвигаться и продвижение буду вам показывать в этом видео увидимся в следующем кадре и так хочу показать результаты первого дня вышивки голландского сэмплера но сначала покажу как все мои цвета нитей которые используются в этой работе находятся на деревянном органайзере это был первый этап подготовки к вышивке который я пока еще не показала вышивала я эту работу один день приступила к ней 29 января 2019 года следующий результат у меня получился это первые восемь букв из алфавита но как вы видите я их вышиваю не подряд а начала с верхнего левого угла и уже после вышивки первых двух букв спустилась на второй ряд поэтому сейчас у меня есть первые пять букв алфавита которые находятся в первой строчке и еще три завершенных буквы из второй строки а всего же в первый этап этой вышивки стич л он входит размер схемы примерно пятьдесят два на сто шестьдесят четыре крестика то есть это от самого левого края до самого правого вся ширина представлена а вниз это только пятьдесят два крестика из двухсот десяти общей высоты и пока в этом рисунке будет в первом этапе всего пять цветов малине из девяти но а у меня на ткани представлены только пока два цвета зеленый оттенок девятьсот тридцать пятый и бежевый оттенок восемьсот сорок и мне очень нравится как мои цвета смотрятся на льне цвета состаренная слоновая кость ни один цвет я это специально проверяла перед началом вышивки не сливается с основой и результатом который получается я очень довольна но узнала я поскольку об этом проекте не сразу как он начался у меня немного меньше времени чтобы успеть вышить первый этап желательно его успеть вышить до 1 февраля потому что именно 1 февраля будет рассылаться участникам завершившим первый этап следующая часть схемы ну а тем кто завершит работу позднее соответственно и следующий этап будет выслан позднее посмотрим получится ли у меня это сделать обязательно расскажу о результатах в следующем кадре но увидимся мы уже по завершении всего первого этапа в данной схеме и так следующим образом выглядит финиш первого этапа в вышивке реконструкции голландского сэмплера на такой результат мне потребовалось шесть с половиной часов работы вышивала три дня подряд и завершила этот этап 31 января 2019 года и очень рада что успела завершить именно в этот день так как уже с 1 февраля должен организаторами проекта рассылаться следующий этап вышивки давайте посмотрим поближе на получившийся результат весь алфавит готов это 25 букв и вот такой цветок мне очень нравится получившийся результат нравится сочетание цветов но это видео не завершается будем продолжать наблюдать за моими продвижениями но пока у меня в этой работе будет перерыв до получения следующего этапа схемы и так наступил уже февраль я получила следующий этап схемы вышивки реконструкции голландского сэмплера получила я эту схему после уточнений 2 февраля и первый день когда я повышивала эту работу третье число воскресенье вышивала именно в этот день так как по данной работе существуют отчетные дни по понедельникам и поскольку свой первый этап я тоже как раз завершила на этой неделе то для нового отчета мне тоже были необходимы продвижения в этой вышивке но мне показалось что второй этап этап февраля несколько меньше чем первый который включал в себя алфавит из 25 букв и вот такое украшение этап февраля включает в себя вот такое вот примерно сейчас постараюсь очертить границы этого элемента на ткани элемент восьмиконечной звездочки и также там есть некоторые буквы и повышивать мне удалось не так много всего 30 минут времени у меня было и готовы два элемента из восьми восьмиконечной звездочки покажу результаты первого отчета понедельника по этой работе для меня и первые продвижения за несколько вышивальных минут во втором этапе схемы но в целом мне пока показалось что второй этап должен занять времени меньше чем первый и еще интересно что в нем есть еще один новый цвет из ключа который вступает в работу и в следующем кадре покажу свои следующие продвижения а вот и полностью завершенный второй этап в этой схеме этап февраля это вот такая центральная звездочка которая получилась достаточно небольшой этап возможно потому что февраль тоже короткий месяц состоящий в этом году из двадцати восьми дней но вышила я этот элемент за два с половиной часа в два вышивальных дня третьего и четвертого февраля таким образом на весь результат который есть сейчас на конве мне уже потребовалось девять часов и еще только начало месяца а я уже с радостью и нетерпением жду этап марта но поскольку совместных проектов у меня много то как раз очень рада что появилась возможность сосредоточиться на продвижениях и других работ итак пришел марта первого числа вечером я получила следующий этап схемы для вышивки реконструкции голландского сэмплера и сейчас в кадре вы уже видите вышитый результат для тех кто не разглядел сразу третий этап это все то что вы видите слева во втором ряду схемы левее вот такой центральной звездочки которая была февральским этапом и здесь всего можно выделить на мой взгляд пять элементов давайте приближем еще и так вверху элемент с двумя более крупными птичками таким стилизованным цветком посередине правее от него небольшой элемент с цветком ниже более крупный тоже с такой звездочка или цветком очень перекликающимся с центральным элементом ниже есть элемент с большой корзиной таких стилизованных пяти цветочков сама корзина достаточно крупная и внизу еще пятым элементом я выделила для себя двух маленьких птичек и вот такой тоже наверное цветок или даже небольшое деревце хотя я вышиваю сюжеты примитивы совсем недавно мне очень эти птички напомнили несколько прошлых работ мне кажется что такое достаточно типичное изображение птичек в сэмплерах похожие у меня были вышивки одного из сюжетов на тему хэллоуина дерево с тыковками и тоже у ведьмочки была подобная птичка в секретном проекте июня таком монохромном примитиве и в некоторых сюжетах из эспейн циклопедия примитивной вышивки похожие птички мне уже встречались и этот сюжет я вышила всего за один день 4 марта я выполняла эту вышивку и потребовалось мне не так много времени три с половиной часа конечно это чуть больше чем элемент звездочки именно в часах два с половиной мне тогда потребовалось но поскольку было еще меньше времени то вышивала два дня а тут всего за три с половиной часа такой чудесный готовый результат с одной стороны я очень этому рада конечно же приятно быстро вышить этот фрагмент потому что у меня сейчас много совместных проектов и даже есть больше сп чем вы знаете из моих видео потому что еще не все успело выйти и приятно что с такой нормой на месяц я справилась всего за один вышивальный день но с другой стороны мне немножко грустно расставаться с этой работой потому что наверное из многих вышивок на льне которые у меня сейчас начаты этот процесс пока я назову самым любимым на этом этапе мне нравится здесь цветовое сочетание сочетание этого цвета с основой но наверное особенно мне приятно потому что такую основу по ключу не рекомендовали ее выбрала я сама и рада что не разочаровываюсь в таком выборе что касается цветов вышивки то здесь у меня на этом этапе добавилось два оттенка из ключа но пока еще не все цвета участвуют вышивки это темно-коричневый 898 он изображает границу на которой сидят верхние более крупные птички и еще один очень красивый голубой оттенок 931 это два голубых цветочка в корзинке еще что интересно я посчитала количество крестиков в этом фрагменте не знаю какое из моих видео будет выходить раньше знаете ли вы уже о том почему я сейчас считаю крестики но здесь скажу что я не буду считать крестики всегда это такая наверное разовая акция с одной стороны потому что участвую в одном интересном вышивальном событии с другой стороны мне это тоже понравилось но как раз главная причина почему я не буду продолжать постоянно в каждой работе считать крестики это все-таки время которое тратится на подсчет и если ничего не считать то это время тоже можно вышивать и получается больший результат но получилось у меня вышить вот в этом фрагменте целых восемьсот девяносто восемь крестиков всего за три с половиной часа при том что это все-таки вышивка на льне здесь я вышиваю медленнее чем на конве и приходилось внимательно все высчитывать я начала с элемента который в этом поле является самым верхним правым такой маленький цветок далее от него шла влево птичкам вниз к другому цветку затем вышила корзину и заключительным элементом были две маленькие птички здесь я вышивала работу по цветам в пределах вот такого маленького элемента вышивка мне очень нравится всегда мне с ней тяжело прощаться если бы это был не годовой отшив а например готовая схема то я думаю что вышивала бы ее практически наверное каждый день от начала и до завершения но думаю что на данном этапе когда у меня вышиты три части схемы давайте еще раз посмотрим на общий план алфавит вот такая крупная звездочка снежинка и композиция из пяти интересных элементов я буду завершать свое первое отчетное видео я приняла решение что по реконструкции голландского сэмплера в течение вышивки покажу вам четыре отчета соответственно по три этапа схемы в каждом и вот январь февраль и март у меня вышиты и приятно что сам месяц март еще только начинается я успею вышить еще много работы кстати у меня уже есть одна завершенная вышивка но более подробно об этом буду рассказывать в других видео на этом буду с вами прощаться только еще подведу один маленький статистический итог что на вышивку от начала до текущего момента мне потребовалось в этой схеме пока 12 часов ровно спасибо всем большое за внимание не забывайте о возможности подписаться на мой канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить следующие видео если вам интересны вышивки в формате SAL то на конечной заставке и в описании оставлю для вас ссылки на другие мои проекты возможно выйдут еще какие-либо другие отчеты по работам а если нет то вы можете посмотреть мои заявки на участие в других СП в двух соответствующих видео буду рада получить от вас комментарии пишите свои впечатления от этой работы а если вы тоже вышиваете этот проект то тоже пожалуйста напишите мне интересно есть ли среди моих зрителей те кто тоже выполняет эту работу спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и до скорых новых встреч всем пока